Первый заместитель председателя законодательного собрания Свердловской области Виктор Анатольевич Шепти поздравил Ирбичан с Днем России. Однако его визит в наш город приветственными словами со сцены не ограничился. Он посетил ряд важных объектов, на которых близятся к завершению либо начаты строительные работы. Это лето для Ирбита будет очень значимым, ведь под занавес сезона планируется ввести в строй после капитального ремонта большое количество объектов. Совсем скоро будет завершен ремонт в здании спорткомплекса «Юность». Современные залы, комфортные раздевалки, залог продуктивных тренировок и, как следствие, новых побед. На финишной прямой и ремонтные работы во Дворце культуры имени Костевича. Он должен стать одним из лучших дворцов в области, а возможно и на Урале. В совершенно каком-то фантастическом интерьерах будет сделано. И там люди, которые будут приходить на все культурные мероприятия, будут понимать, что это в лучших клубах мира везде так, не только нашей страны. То есть на уровне, но на самом деле мировом. Та же история со спортивным залом, который на стадионе будет сдан. И очень важно, что вот эти объекты благоустройства, которые мы сегодня посмотрели, и скверы, и площадь, и будущая набережная и так далее, это все сделано после общения, после обсуждения с людьми. Строить то, что важно для горожан, именно на это делает акцент нынешняя власть. Голосование, обсуждение, снова голосование. И как итог одних из последних выборов объекта благоустройства, работы на аллее по улице Свердлова. Ирбичане решили, что именно ее нужно облагородить. Виктор Шептий также посмотрел, как идут работы на объектах жилых. На одних работы подходят к завершению, на других только начинаются. Жители старого дома на Кирово-60 съезжают из родных квартир на год, чтобы дать возможность рабочим провести здесь капитальный ремонт. А вот реконструкция здания на улице Комуны в финальной стадии. За десяток перешло количество таких домов, которые в городе реставрируются и будут реставрироваться дальше. Я уверен, что, как говорится, при нашей жизни точно, здесь, наверное, полностью будет обновлен фонд памятников. И когда мы вот такую фразу сейчас говорим, я думаю, что никто не сможет бросить камень и сказать, что вот там обещают. Нет, мы не только обещаем, мы вместе и делаем. Причем здесь, я говорю, почему? Потому что здесь большой вклад в том числе и областного бюджета, средства областного бюджета. Делаем, но не только на сцену выходим, но и общаемся с людьми, и не только с руководителями. Вот на улицах люди подходят, говорят, чтобы они хотели еще видеть. И это и есть программа будущей работы. Анастасия Махнашина, Евгений Просижнек, Иван Астанин, НТС РБИТ.